В Азербайджане определили последнюю десятку финалистов конкурса «Евровидение». 24 мая в Бакинском кристальном зале прошёл второй отборочный тур. Из 18 претендентов выбрали представители Литвы, Боснии и Герцеговины, Сербии, Украины, Швеции, Македонии, Норвегии, Эстонии, Мальты и Турции. «Я буду выступать ещё лучше, петь ещё лучше в финале, потому что буду более расслабленной. Спасибо за поддержку Украине и всей Европе». Ларин из Швеции, которая, по данным некоторых букмекерских контор, является возможным фаворитом конкурса, говорит, что ощущает эйфорию. К слову, так же называется и её песня. «Я на самом деле ощущаю эйфорию. У меня такое состояние, когда я просто счастлива. Я очень счастлива». Впрочем, на вопрос о своей состоявшейся встрече с азербайджанской оппозицией, она предпочла не отвечать. В тот же день возле здания общественного телевидения Азербайджана состоялся протест, на котором активисты призвали власти освободить политических заключённых. Людей быстро окружила полиция, 35 человек были арестованы. В преддверии конкурса голоса азербайджанской оппозиции начали звучать всё громче. Они обвиняют президента страны Ильхама Алиева в нарушении прав человека и преследовании диссидентов. Между тем, знаменитые финалистки первого отборочного тура, удмуртские бабушки из России, похоже, решили отвлечься от насущных проблем и просто отдохнуть перед финалом. Остановились они в роскошном доме на берегу Каспийского моря, который принадлежит семье президента. «Нас пугали, что жарко будет тут. Как стерпите там в Баку? Там жара постоянная, днём и ночью. Мы с жарой не встретились ещё, не знаем где». По результатам первого отборочного тура в финал вышли певцы из Румынии, Молдовы, Исландии, Венгрии, Дании, Албании, Киепра, Греции, России и Исландии. В финале, который пройдёт 26 мая, к 20 отобранным конкурсантам также присоединятся исполнители из Азербайджана, прошлогодние победители, а также представители от стран-основательниц Евровидения Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании.